МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Нож нужен мне сегодня. Мой человек сейчас за ним заедет. Понял. Жду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Он нас надул. Это подделка. Где этот гад?" -"Успел слиться. Найди его. Из-под земли достань. Черт. Надо вычислить, кто эту липу для него с... Стоп, 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 стоп. Когда я ему отдавал нож на реставрацию, он сказал, что у него есть друг. Реставратор гений. Все сможет сделать. Вот он и смог. Сволочи. На полтора лимона зеленых меня надули. Не переживайте, Виталий Семенович. Я его из-под земли достану. Достань. Достань, милый. Достань. Только не затягивай. Я так больше не могу. Извини. Привет, братик. Можешь объяснить, что произошло? Да ничего нового. Мама поругалась с Мариной, но в этот раз Марина собрала вещи с Сашкой и уехала. Куда? Сказала, поживет у родителя, а там что-нибудь придумает. В каком смысле придумает? Мить, думаю, она говорила про развод. Это из-за мамы? Да, ты же знаешь, что с ней невыносимо. Знаю. Отселить ее некуда. Господи, когда же это кончится? Наверное, никогда. Или как там? Пока смерть не разлучит нас. Ну, давай, давай. О! Так, Остин, Остин, ты чего под ногами-то вертишься, а? Смотри, а то на шашлыки пущу. Ося, веди себя хорошо. Может, Бабкин даст тебе косточку. Кстати, по поводу косточки. Шашлыка на всех не хватит? Надо чем-то собак кормить. Почему не хватит? Там корм. Закончился. Слушайте, давайте я в магазин схожу, а? Прекрасная идея. А, ну тогда купи пару лавашей, там у нас пекарня своя. Тебе надо переодеться, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, далеко, в дверях я тебе велосипед дам. Подожди, мне не во что переодеться, бабкин мою сумку в конторе забыл. Молодец. Сейчас пойду, тебе чуть подберу. Девочка моя голодная. Проголодалась, моя красавица. Проголодалась. Мой красавица. Вот так. Ну что-то у нас еще. Что-то еще. Мама, я хочу с тобой поговорить. Мама, я хочу с тобой поговорить. Мама! Мама, я с тобой разговариваю! Ты не разговариваешь. Ты орешь, как резанный. Что ты наковырила Марине? Она сказала, что подает на развод. Если это за тебя, я, я не знаю, что я сделаю. Не знаешь? Не говори. Да таких матерей, как ты, надо убивать. Не подходи к нам. Подожди, Серега. По-моему, кого-то убивают. Да нет. Послушай, ничего не слышу. Показалось. Ну, о чем вы тут болтаете? Да вот, Макару показалось, что кого-то убивают. Серега, в работе соскучился? О, боже мой. Первый день отпуска. Макар, я тебя умоляю, ну не наводи ты смуту. Здесь никто никогда никого не убивал. Здесь очень тихо и спокойно. А, хотя нет, вру. Был один криминальный случай. Собаку местную отравили. И через пять дней отравитель умер от инфаркта. Так, давай. На, пожалуйста, подобрала тебе кое-что. Не обижайся. Фасончик, конечно, не твой, но для дачи сойдет. Иди переодевайся. Магазин где? Значит, смотри, выезжаешь на велике направо, едешь прямо-прямо минут пятнадцать. Ты прямо в него там упрешься. Понятно. Понял? Давай. Ай, какая красота, боже мой. Здесь красота-то получше. Мама, успокойся. Так, что такое? Не приближайся ко мне. Что случилось? Твой брат грозится меня убить. Меня, свою родную мать. Так, успокойся. Или ты хочешь, чтоб все соседи сбежались? Минь, что случилось? Ты знаешь что, Марина не вернется. На этот раз все серьезно. Большая потеря, Марина твоя. Замолчи! Мало тебе, что нам с Машкой всю жизнь испортила. Теперь ты хочешь разрушить мою семью. Настоящую семью ничто разрушить не может. А если твоя жена вертихвостка? Не смей. Марина тебя два года терпела. Пыталась наладить с тобой отношения, но это же невозможно. Ты всех извела. Сашка твой собственный внук, и тот тебя ненавидит. Сашка твой ненавидит всех, а? Мама, а ты вместо того, чтобы орать, сводил бы его к психиатру. Мама, замолчи. Мальчишки. Тихо. Пять лет, а он уже невротик. Чуть со слезы. Да с тобой кто угодно невротиком станет. Ты не женщина. Ты чудовище. Я ушла. Я ушла. Ты чудовище. Слышишь? Все. Хватит меня успокаивать. Простите, вы в порядке? Что вы как… Простите, вы в порядке? Простите, ради Бога. Просто давно на велосипеде вот не ездил. Немного не справился. Я заметила. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожны. Хорошо, буду. Может я это… Нет. Подождите, я же не сказал еще ничего, что нет. Нет, я не хочу познакомиться поближе. Я не хожу в кино. И нет, я не приглашу вас на чай. Извините. Может тогда и я приглашу? Нет, спасибо. Так. Ну, чтобы я вас здесь больше не видела. Слушайте, это вам с рук не сойдет. Это мой ребенок. И я его заберу. А я в полицию пойду. Прекрасно. Идите. Идите, Светлана Вадимовна. Я думаю, что в полиции к вам прислушиваться. Вы же стоите на учете в психоневрологическом диспансере, насколько мне известно. Подождите, откуда вы знаете? А что, у меня неверная информация? Это вообще вас не касается. Ошибаетесь, Светлана Вадимовна. Вас госпитализировали, потому что вы опасны для себя и для окружающих. А у меня здесь дети. Послушайте, все не так, как вы думаете. Понимаете, это была ошибка много лет назад. Все уже в прошлом. Я вас очень прошу. Идите. И больше сюда не приходите. В противном случае я буду вынуждена вызвать полицию и санитаров. Олег! Все, Юль. Все, не переживай. Вот пей свежий чай. Я заварила с Мелиссой. Пей. Ну, как не переживать? Как не переживать? Родные дети куском попрекают. А мне деваться некуда. Все уладится. Ну, в конце концов, ты их мать, они твои дети. Вы близкие люди. Мало ли что случается. Ну, переборщил Митя немножко и все. Саша, ты бы его видела. Он меня чуть не убил. И я не шучу. Ну, что ты, богу, преувеличиваешь. Не убил. Просто он нервничает из-за Марины. Ему можно понять, между прочим. Хотя, ты знаешь, я тебе скажу. Вот это ваше совместное проживание в одном доме — это ужасно. Ни ты к этому не привыкла, ни они не привыкли. Вот так все и получается. Саша, я ненавижу этот дом, эту деревню. Кругом грязь, газ в баллонах. Ну и контингент соответствующий. Ну, скоро все переменится. Здравствуй, Светочка. Все так плохо? Ой, ну, ну все наладится. Ей нужно время. Она успокоится, начнет новую жизнь. Не знаю. Я тоже раньше так думала. А только хуже и хуже. Ты знаешь, я боюсь. Как бы она чего ни сделала. Да ну то что. Мить, ну не переживай, все наладится. Маринка тебя любит, Саша тоже. Помиритесь, а с мамой решим что-нибудь. Как, Маш? Жизнь мне невозможна. Ты же видишь, никуда ее. Мить, я все устрою. Я… Я не позволю ей разрушить твою семью. Ясно? Ну, посмотри на меня. Все будет хорошо. Просто потерпи немножко, ладно? Я всю жизнь терплю, Маш. Не могу больше. Не хочу и не буду. И хватит меня опекать. Мне не пять лет. Сам разберусь. Митя, ну подожди. Митя, ну подожди. Митя! Митя! Митя, ну подожди. Это ты. Вот так. Главный секрет приготовления шашлыка — это уголь. Уголь должен быть березовый. Вот сейчас мы проверим правильность этого утверждения. Главный секрет приготовления шашлыка в том, что его должен делать мужчина. Правильно ты, моя хорошая. Да. Что ты, прости, спрашиваю? Про девушку про эту. Она кто? А, Маша, соседка моя, Ладынина. Она живет с братом своим Митей, с мамой сумасшедшей. Мама там в свое время так отжигала, по полной программе веселилась. Их бабушка воспитывала. Потом мама пришла в себя, вернулась к детям, села им на шею и начала третировать по полной программе. Так что вот так. А Маша хорошая девчонка. Значит, она дочка Ладыниной. А ты уже успел познакомиться. С кем? Какая разница? Ой, Макар. Ну что, значит, не будет что сказать твоей маме. Сереж. Нет, девчонка-то красивая. Нет, подожди, подожди. Я смотрю, Макар, ты время зря не терял. Ладно, ладно, все. Итак, приступаем к дегустации. Подай, пожалуйста, кетчуп. Потом мне дай. Кетчуп закончился. Это что? Ой, кстати, Маша очень вкусно еще готовит. Я думаю, что у нее наверняка есть кетчуп. Да интересно, а кого бы нам к Маше послать? Я ж не знаю. Может быть, Макара отправим? Да, я могу сходить. Прекрасно, сходи. А то так без меня с голоду и помрете. Конечно. Ну что маме-то сказать? Сереж, ты же меня знаешь. Пока ничего не говори. Ой, Макар. Ой, котяра. Бери сюда. Макс. Что случилось? Там. Что там? Там мама. Что мама? Она еще жива. Вызывайте скорую. О, ты красивый. Всегда любила красивых мужчин. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Все из-за сына. Вы меня слышите? Черт. Следователь из района приехал. Опрашивал всех. А что случилось? Да, похоже, Митька Майд зарезал. Говорят, его на месте застали. А я иду из магазина, смотрю. Скорая стоит. Полиция. Машка бедная. Пришла домой, а там такое. Полиция же полчаса, как приехала. Ну так они и пошли по соседям, с расспросами. Не сходится. Маша домой два часа назад вернулась. Я сам видел. Даже больше. Так, Липа, пойдем. Не на что нам тут смотреть. Извините, можно вас? Что вам? А могу я со следователем поговорить? Какому вопросу? Хочу дать показания. Пойдемте. Вы все проверили? Деньги, ценности. Ничего не пропало? Да, все на месте. Прекрасно. Значит, версия о грабителях, Дмитрий Олегович, можно считать несостоятельной. Так, так, что там… На пороге столкнулся с Дмитрием Лодыниным, когда тот выходил из дому. Угу. На вопрос, кто это сделал, потерпевшая ответила, это все из-за сына. Угу. Сын. Это ведь вы? Вы неправильно поняли. Я зашел домой, увидел маму на полу, растерялся. Угу. И решили побыстрее покинуть место преступления. Вы можете быть свободны. Я хотел позвать на помощь. Кого? Не знаю. Соседей. А почему соседей-то, Дмитрий Олегович? А может быть, было бы полезнее вызвать скорую и полицию? Да в шоке был человек. Вы что, не понимаете? Мария Олеговна, мы с вами еще пообщаемся. Так почему вы не вызвали полицию? Я действительно был в шоке. Не сообразил. Допустим. Тогда почему, когда вас попросил Макар Андреевич вызвать скорую, вы ее не вызвали? Тут соображать особо не надо. А вы звонить никуда не стали. Просто вышли из комнаты. Куда вы выходили и что вы делали? Мне было плохо. Меня рвало. Угу. Значит, вы все это время были в уборной. Петров! Возьми криминалиста и обыщите туалет на предмет орудия убийства. Вы вышли из леса в половине первого. В течение следующих двух часов вас никто не видел. Я хотел побыть один. Мне надо было подумать, как решить проблему с матерью. Жена не могла больше жить с ней в одном доме. И вы решили проблему весьма радикальным способом. Да, Дмитрий Олегович? Собирайтесь, поедите со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Ладынина Юлии Михайловны. Вы что, с ума сошли? Да вы что, он не мог? Да неужели? Тищенко! Вы издеваетесь, что ли? Какой-то бред. Отдень на него наручники и отведи в машину. Послушайте, какие наручники? Вы понимаете, что он не мог? Гражданка Ладынина. Вы понимаете, это его мать! Так, только без истерик давайте. Подождите, послушайте, вы вообще все неправильно поняли. Мы с вами еще побеседуем, мы вас вызовем отдельно. Ну, я прошу вас, ну, пожалуйста. Мария Олеговна, мы, по-моему, обо всем с вами поговорим. Нет, говорим, он не мог. Ну, пожалуйста, я прошу вас, ну, что же вы делаете? Я вам говорю, гражданка Ладынина, успокойтесь. Все, дайте нам нормальную работу. Успокойтесь уже, а? Ну, он не мог. Понимаете, он не мог. Ну, как так? Вась, я вам сказал. Все. Давай, давай. Это вы во всем виноваты. И за вас теперь Митю посадят. Если Митя не виноват, никто его не посадит. Серега, погоди. Да какое вы вообще право имеете обвинять моего брата? Вы вообще откуда взялись? Вы нас знаете? Вы его знаете? Да вы нас впервые видите. Я понимаю, мне жаль. Да вы ничего не понимаете. Вы сначала его обвинили, а теперь рассказывайте, как вам жаль. Маша, послушай меня, пожалуйста. Да откуда он вообще взялся? Ника, какое он право имеет, говорит, что Митя мог кого-то убить. Вот объясни мне, я не понимаю. Мне действительно жаль, я сделаю все, что могу. Вы уже все сделали, что могли. Все, успокойся, послушай меня. Он просто так говорить не будет. Это их работа, он часто детектив. Все, успокойся. Пойдем чай пить. Если он не виновен, я обещаю, я найду того, кто это сделал. Ника! Ника! Мы можем провести параллельное расследование и выяснить, кто это сделал. Но вы должны быть готовы к тому, что следователь прав и это ваш брат. Нет, это невозможно. Ну, невозможно. Вы знаете, иногда даже самые близкие люди преподносят такие сюрпризы. Вы… Вы просто найдите того, кто это сделал. Пообещайте мне. Обещаете? Да. Спасибо. Следите. Не нравится мне все это. Да кому это понравится? Пожилую женщину ни за что убили. Я не об этом. Макар никогда не работал бесплатно и никогда никому ничего не обещал. Сереж, давай оставим эту тему. Да. Что у тебя? Результаты вскрытия. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием шириной пятьдесят четыре, пятьдесят пять миллиметров. В ране обнаружены микрочастицы золота. Откуда они там? Что с орудием убийства? Отсутствует. Ребята все перерыли. Нет орудия. Ищите. Ладынина не было в комнате. Максимум минут двадцать. Далеко он его унести не мог. Носом землю ройте, но найдите мне орудия. Понял. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С Митей пусть следствие разбирается. Кстати, а следователь кто? Да некий-то Калинин. Ага. Недавно академию закончил. Опыта никакого, но, говорят, большой энтузиаст. Плохо, Серег. Что опыта никакого? Такой, как вцепится в одну версию, другие даже рассматривать не станет. Ну, версия-то железная, согласись. Железная-то железная. Так допустим. Митя говорит правду и никого не убивал. Угу. Тогда, может быть, это убийство как-то связано с прошлым Юлией Михайловной Ладыниной, а? Говорят, лет десять назад она еще так крепко отжигала. Ты с Машей об этом говорил? Сереж, ну с какой Машей? У нее вчера мать убили и брат под следствием. Спит она. Ей Ника снотворное дала. Так что я с ней завтра поговорю. А ты вот что сделай. Узнай-ка про прошлое этой Юлии Михайловной. Че, как, с кем, когда, в общем, не мне тебе объяснять. А я тут с местными поговорю. Глядишь, за что-нибудь и зацепимся. Макар, ты с Машей о гонораре говорил? Нет. Дело не в деньгах. Просто я боюсь, что ты очередной раз сможешь наступить над ней те же грабли. Так, Сереж, все, закрыли тему. Понимаешь, здесь другая ситуация. Макар, мне кажется, что Маша похожа на Надю. И не делай вид, что ты этого не замечаешь. А с чего ты взял? Вообще не похоже. Макар. Сереж, закрыли тему. Ешьте пирог, Макар Андреич. Это Юлин рецепт. Я испекла. Думала, мы чай попьем. А вот видите как. Скажите, а вы с Юлей Ладыниной давно дружили? Да, мы дружили, да. И часто виделись? Каждый день. А вы не замечали в последнее время что-нибудь странное, необычное? Может быть, она боялась чего-то? Ну, если Юля боялась чего-то, так это прожить остаток жизни здесь, у детей на Иждивении. В этом поселке. Она ведь привыкла к совершенно другой жизни. А не обычного. Да нет, знаете как-то. У нас вообще здесь мало что происходит. А не знаете, может быть, она ссорилась с кем-то. С Митей? Ну, это вы, наверное, знаете, это все знают. Да. А не было каких-нибудь посторонних людей? Может быть, вокруг дома кто-то крутился. Посторонних? Да нет. А, вот что. Это было три дня назад. Я видела возле их дома какую-то машину, вот такую большую, черную, с тонированными стеклами. Я еще подумала, что к Маше кто-то приехал, а Юля сказала, гостей у них не было. Хотя… Что хотя? Она очень нервничала в этот день. А почему, я не знаю, она не говорила. Понятно. А вы не видели, кто-нибудь из машины выходил? Нет. Я не заметила. Может, номер запомнили? Ну, нет. Ну, что вы. Подождите. А ваша дочь? Нет, 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 нет. Светы в этот день не было. Она была на работе. А я могу с ней поговорить? Ее нет дома. Она в городе будет очень поздно. У них там какая-то проблема на работе, какой-то завал, какая-то проверка. Она ведь у меня аудитор. Но, если вы хотите, я могу все у нее сама расспросить, пожалуйста. Спасибо. Очень обяжете. Ну, я, пожалуй, пойду? До свидания. Спасибо за пироги. Всего хорошего. Чего он хотел? Про Юлю расспрашивал. В последний месяц ваша мама интересовалась арендой вилл на Сардинии. Чем? Вы об этом ничего не слышали? Какие виллы, ради Бога? У нас дом заложен. Мы с Митькой еле-еле проценты выплачиваем. Откуда вы взяли эти виллы? Сергей проверил номера телефонов. И общался с риэлтором, который подбирал для вашей матери варианты. Юлия Михайловна рассказывала агенту по недвижимости, что после Нового года она хотела арендовать, а впоследствии приобрести недвижимость в Италии. Да на какие деньги? Ну, вообще-то я думал, вы нам об этом расскажете. Ну, значит, она снова ввязалась в какую-то авантюру. Кто-кто, мама это умеет. Точнее, умела. Какую авантюру? Сереж, ну, ну, например, она вкладывала деньги в какие-то финансовые пирамиды. И не только в свои деньги, понимаете? А потом эти деньги прогорали, и у нее, конечно, были проблемы с кредиторами. А с кем конкретно? Ну, этого она мне не говорила. Что-нибудь еще? Ну, еще она промотала квартиру бабушки. Понимаете, мама любила жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. А платили всегда за это другие люди. Сначала ее муж я, а теперь вот мы с Митькой. Я ничего не знаю про Сардинию. И простите, Макар, про эту машину, которую видели возле нашего дома, я тоже ничего не знаю. Никто из моих знакомых на такой не ездит. Серег, надо пробить машину по базе. Есть марка и две цифры. Черный Ниссан, 31. Алло, привет, это я. Нам надо срочно увидеться. Я еду в твою сторону, буду через час. Понял, что полиция, хорошо, к дому подъезжать не буду. Где нам увидеться? Подожди, я записываю. Развалины, это за поселком. Хорошо, жди, еду. Ты нашел его? Ты нашел его? Да, сейчас еду за ним в сторону области. Смотри, не упусти его. Но не переусердствуй. Он мне живой нужен. И так, чтоб мог говорить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Машина, которую видели около дом Молодыниных, оформлена Троицкого Вячеслава Леонидовича, 1979 года рождения. Чем занимается? Он сотрудник реставрационного отделения исторического музея. Ну, в частном порядке оценивает, сертифицирует, реставрирует предметы искусства. Кстати, вон на его мастерская уже пришли. Ага. Слушай, а Калинин, что насчет орудия убийства? А, кстати, совсем забыл. Надежда, почитай на второй странице. Здесь? Да, вот. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием, ширина 54-55 миллиметров, прямым ударом между пятым и шестым ребрами. В ранее обнаружены микрочастицы золото. Интересно. Вот так. Ого! Ух ты! Слушай, дверь открыта, а в мастерской, походу, уже никого нет. Судя по бутербродам, тройскому не было пару дней. Собирался в спешке. Перед тем, как спешно покинуть мастерскую, похоже, занимался вот этим ножом. Ну-ка. Серега, здесь точно еще кто-то был. С чего ты взял? Смотри, сколько следов. Протектор же разный. Показал я эскизы своему приятелю из Мушкинского музея. Ты знаешь, он как возбудился? Говорит, что это очень редкий нож. Скифский. Из какого-то известного кургана. Что-то вроде золотой шлима, а? Что-то типа этого. Был найден при раскопках в двадцатые годы на территории Молдавии. Потом во время войны исчез, считал, что бесследно. За ним даже само Анненербо охотилось. Представляешь? Ух ты. И вообще, говорят, что этот нож приносит несчастье всем, кто им владеет. Нож-то ценный, наверное? Полтора миллиона долларов, Сережа. Чего себе. А с исторической точки зрения, вообще бесценен. Это тебе твой приятель рассказал? Ну, а кто же еще? А теперь объясни мне, какое отношение к скифскому ножу Анненербо и оценщику антиковариата гражданину Троицкому имеет покойная Ладынина? Скорее всего, этим ножом ее и убили, Сережа. Но сам посуди, частички золота, ширина лезвия, заключение судмедэкспертов, все сходится. И к тому же машину Троицкого видели у дома Ладынина. Но не просто так же он туда приезжал, как считаешь? Вот так, Ник. Нет, про нож я ничего не слышала. А вот этот вот ценщик… Троицкий. Вот если он занимается предметами искусства, то вполне возможно, что он с моей матерью мог быть знаком. Дело в том, что моя мать была замужем четыре раза. Вот. И один из ее мужей был в девяностые владельцем одного полукриминального ювелирного бизнеса. Ага. Если не ошибаюсь, они копировали Фаберже. А с ним поговорить можно? К сожалению, нет. Его убили тогда же, в девяностые. Очень жаль. Очень хороший был человек. И, по-моему, единственный из мужей матерью, который к нам с Митькой относился хорошо. Ага. Он даже один раз меня из милиции вытащил. Интересно. За что же вы туда попали? А мы ограбили с ребятами ларек. Очень чипсов хотелось, а денег ни у кого не было. Угу. Ну, я в тринадцать лет еще той оторвой была. И, кстати, благодаря ему я отучилась на реставратора. Угу. Вот. У меня очень узкая специальность. Я реставрирую только иконы. Подождите. Так, может, это и его фамилия Троицкий? Нет. Его фамилия была Филиппов. Он был очень старенький и курил трубку. А почему вы обо всем об этом спрашиваете? Понимаете. Я думаю, из-за этого ножа убили вашу мать. Угу. А вы знаете, после того, как убили дядю Женю, у мамы оставались какие-то драгоценности, которые она потом продавала и жила на эти деньги. Я это потом узнала. Так вот, недавно умерла сестра дяди Жени. Это… Мужа ювелира. Ага. И мама незадолго до этого у нее была. Я это знаю. Я вот думаю, возможно, она и дядя Женя хранили у сестры какие-то драгоценности и, возможно, этот нож. Потому что мы же не знаем, чем они занимались там на этой фабрике, кроме этих подельных Фаберже. И до сих пор неизвестно, кто убил дядю Женю и как. Вот вы говорите, что нашли этот эскиз в мастерской у… Троицкого. Вы же его найдете. Будем стараться. Да, минутку. Вот. Кто там? Здрасте. Вот пирожки. По супер рецепту. Спасибо. Вы мастерица. Угу. Липа, вы плакали? Что-то случилось? Нет, все нормально. Вам показалось. Я же вижу, у вас красные глаза. Присядьте. Вас кто-то обидел? Чаю хотите? Нет, не надо. У меня там пирожки еще в духовке. Мне надо идти. Подождите. Не уходите. А чем вы тут занимаетесь? О чем книги? Книги? О скифах. Знаете, в них совершенно дикие были обычаи. Например, вот когда скифский царь умирал, вместе с ним в могилу клали не только меч, но еще и коня. Да? Да. Да. И жену. Как жену? Живьем? В могилу? Нет. Не живьем. Подождите. Они их что, убивали? Как правило, жены скифских царей принимали смерть добровольную. Липа. Липа, вы сейчас делаете с собой то же самое. Я не должен это говорить, но я не могу смотреть, как вы себя заживо хороните. Он не достоин вас. Почему вы терпите это? Почему вы не уходите от него? Вы ничего обо мне не знаете, Родион. Давайте не будем. Ну, расскажите лучше о своей работе. Чем вы занимаетесь? Сидите тут целыми днями, как отшельник. Даже гулять не ходите. Вы ученый? В некотором смысле. Не хотите об этом говорить? Не готов пока. Это моя работа, знаете. Она очень важна для меня. Если все получится, это изменит мою жизнь. У меня будет все. Я тогда смогу предложить вам нечто большее. Весь мир. Насчет мужа и ювелира пока ничего конкретного. Родственников у него не было, кроме сестры. Да и та месяц назад умерла. А где умерла? В больнице? Дома? В доме престарелых. Сестренке-то уже за восемьдесят было. Я поговорил с персоналом. Ладынина ее навещала. Вот как. Они очень сильно поругались. Сестренка кричала на Ладынину, что та довела ее брата до могилы. И что она ничего не получит. Интересно, что же она не получит-то? Пока не ясно. Но врач сказал, что сестренка в небольшом маразме была. Направо и налево говорила, что брат оставил какие-то драгоценности, что она непомерно богата. Значит, Ладынина больше не приезжала. Почему приезжала? Ну, а похороны. Так. Маша ничего не говорила. А что за вещи нашли? Ну так, мелочь всякая. Я посмотрел эти вещи, они все в доме престарелых. Ничего такого нету. Никакие драгоценности, естественно, нет. Обыкновенные старческие вещички. Значит, никакого намека на нож? Нет никакого. Никакого. Да. Да даже если бы и был, Сереж, рассказать нам об этом некому. Ладынина мертва, и ювелир тоже мертв. Зато теперь могут на том свете поругаться. Единственная зацепка, Сереж, Троицкий. Троицкий. Этот Троицкий как с у земли провалился. На работе уже неделю нет. Правда, говорили, что он опаздывал в последнее время, нервно всю неделю ходил. Вот он пропал. Да. Так. Что? Где? Ясно спасено. Из меня прочитается. Чего там? Ну вот, Троицкий нашелся. Отлично. Где? В морге. Троицкий. Редактор субтитров М.Лосева. Продолжение следует...